Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и сегодня мы с вами рассмотрим тему как выбрать планшет, особенности, характеристики и функциональность устройства. Как всегда более подробно этот и другие материалы вы можете найти на нашем сайте bazelight.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Итак, сегодня мы с вами узнаем, что же называется планшетным компьютером или просто в народе планшетом, какие типы устройств существуют, а также как правильно выбрать гаджеты, исходя из выполняемых им функций и технических характеристик. Кроме того, расскажем про то, чем отличаются планшеты друг от друга, на что необходимо обращать внимание перед покупкой устройства, а также из каких основных компонентов состоят эти электронные гаджеты. В заключении мы поговорим о том, какая диагональ экрана планшета наиболее оптимальная для работы и просмотра мультимедийных файлов, а также каким дополнительным функционалом должен обладать гаджет, чтобы он смог заменить ноутбук и персональный компьютер. Итак, планшетный компьютер, он же таблет-компьютер, это своего рода электронный гаджет переносного типа, который оборудован сенсорным экраном, позволяющим управлять компьютерными программами через прикосновение пальцами к объектам различных приложений на экране устройства. По размерам планшеты делятся на мобильные от 7 до 12 дюймов, настольные от 20 до 24 дюймов и профессиональные с разрешением дисплея 4К, которые предназначаются для фотографов и архитекторов. Управление планшетом осуществляется простым прикосновением руки или стилуса мыши, а также при помощи подключаемой или встроенной клавиатуры. Заметим, что современный планшет, как мы все его знаем, стал безумно популярным гаджетом благодаря тому, что на нем можно пользоваться интернетом, производить звонки, играть в различные игры, снимать видео, просматривать мультимедийные файлы, а также многое и многое другое. Чтобы знать, какой планшет лучше выбрать для себя, ребенка или в подарок, необходимо понимать, какими параметрами и характеристиками должен обладать этот современный электронный гаджет, а также чтобы устройство было в оптимальном соотношении цены к качеству. И начнем сегодняшний наш материал по поводу того, как правильно выбрать планшет с разрешением экрана устройства. Итак, первоначально, на что нужно обращать внимание перед покупкой планшета, это его разрешение экрана. Современные планшеты обладают разрешением экрана со следующими показателями в пикселях. Это самый минимальный, 480 на 272, затем идут 800 на 480, средний показатель это 1440 на 900 и максимальный, который сейчас есть в принципе на рынке, в магазинах электроники, это 2560 на 1600 пикселей. Справочно отметим, что разрешение экрана вычисляется как отношение размеров точек в пикселях на дюйм. Самыми маленькими разрешениями экрана у таких гаджетов, как мы сказали ранее, являются 480 на 272, а также 800 на 480. В том случае, если покупать планшет с данными параметрами, разрешение экрана, то у нас будет быстро портиться зрения. Поэтому этот нюанс стоит в обязательном порядке учитывать при выборе той или иной модели устройства. Далее устройства со средним размером экрана имеют разрешение в пикселях следующих размеров. Это 1024 на 600, 1024 на 720 и 1024 на 768 пикселей. Планшеты с такими разрешениями отлично подходят для детей и родителей, в общем для семейного использования. Глаза такого экрана уставать не будут, так как видимость изображения находится на оптимальном уровне. Планшеты такого типа можно купить за вполне приемлемые деньги, примерно от 50 до 150 долларов США в эквиваленте. Однако устройства с такими разрешениями экрана не спеша уже начинают устаревать. Далее и самыми крупными идут планшеты с разрешением в HD качестве. Они имеют размер экрана в пикселях 1280 на 720, 1280 на 768, 1280 на 800, 1366 на 768, 1440 на 900 и максимальный из этого размера является 2560 на 1600 пикселей. Гаджеты такого типа обладают высоким качеством изображения. Такие устройства отлично подходят для просмотра фильмов, серфингов, сети интернет, а также для разных развлечений, даже игр. Таким образом, чем больше разрешение экрана на планшете, тем более четкой и качественной получается отображаемая картинка при просмотре тех или иных файлов на устройстве. На сегодняшний день максимальным разрешением экрана на планшетах является показатель 2560 на 1600 пикселей на дюйм. Следующим параметром, который надо учитывать при покупке планшета, является диагональ планшета. Следующим немаловажным параметром, как мы сказали, является диагональ. На сегодняшний день устройство производится с диагоналями от 4 и заканчивая 13 дюймами. Планшеты с размерами от 4 дюймов до 6 не следует даже рассматривать, так как данные устройства довольно маленькие, к тому же они уже устарели. Гаджеты с размером 7 дюймов оптимально подойдут для детей, так как они компактные и легкие, а также они неплохо впишутся в автомобиль в качестве навигатора. Однако в том случае, если нам нужен большой размер экрана, то лучше купить планшет сразу начиная от 8 дюймов и выше. Заметим, что планшеты с диагональю 8 и 9 дюймов оптимально подойдут для серфинга в сети интернет, чтения книг и просмотра фильмов. В том случае, если мы собираемся постоянно пользоваться планшетом Тома, то лучше купить гаджет с диагональю от 9,7 дюймов и выше, так как у таких планшетов экран будет качественнее, а также он хорошо подойдет для домашнего использования. На сегодняшний день самый большой планшет обладает размером в 13,5 дюйма. Следующий момент, который нужно учитывать, это количество ядер, оперативная память и встроенная память планшета. Итак, сразу справочно заметим. Чем больше ядер, тем быстрее будет работать наш гаджет. В том случае, если устройство необходимо ребенку для школы, учебы, просмотра фильмов и мелких игр, то нам лучше всего подойдет двухядерный планшет. Такой планшет также отлично подойдет для домашнего использования просмотра фильмов и для серфинга в сети интернет. Если планшет нужен для игр, то рекомендуется покупать четырех или даже восьми ядерные устройства. Кроме того, при выборе той или иной модели планшета обязательно нужно смотреть, какой объем оперативной памяти у гаджета. Современные планшеты производятся с объемом памяти, начиная от 128 мегабайт и заканчивая 8 гигабайтами. Планшеты с памятью от 128 до 512 мегабайт не нужно даже рассматривать, так как у них быстро засоряется память и устройство будет постоянно подтормаживать. Кроме того, планшеты с такой памятью уже морально устарели. Гаджеты с объемом оперативной памяти в 1 гигабайт оптимально подойдут для детей с целью обучения в сети интернет, а также для домашнего использования и небольших игр. Заметим, что на сегодняшний день рекомендуется приобретать планшет с памятью в 2 гигабайта, так как он станет просто незаменимым устройством для домашнего использования. Для игр желательно покупать планшет с оперативной памятью от 2 до 4 гигабайт. И третьим по важности техническим параметрам идет размер встроенной памяти в планшете, которое еще называется свободным пространством на жестком диске, так он называется УПК. Сегодня на рынке можно встретить гаджеты с показателями встроенной флеш-памяти от 8 до 128 гигабайт. В том случае, если мы планируем покупать гаджет с операционной системой Android, то вполне хватит флеш-памяти в 16 гигабайт. А если он на операционной системе Windows 8, то планшет необходимо приобретать с памятью как минимум в 64 гигабайта. Немаловажным моментом также является поддержка флеш-памяти в объеме. Данный момент говорит о том, что некоторые планшеты способны поддерживать установку флешки с разными объемами. Рекомендуется выбирать гаджет с поддержкой до 64 гигабайт. Справочно заметим, что если мы купим устройство с поддержкой флешки до 32 гигабайт и установим в планшет флешку с объемом в 64 гигабайта, то гаджет ее просто не увидит. Следующий момент это операционная система планшета. После подбора оптимальных технических характеристик необходимо рассматривать вопрос, который касается операционной системы, установленной в покупаемый нами планшет. На сегодняшний день гаджеты производятся с операционными системами Android или Android Windows 7 или 8, BlackBerry Tablet, OS, DOS, iOS, WebTab, Windows 7, Windows 8, раздельные и Windows RT. Самыми востребованными считаются устройства с операционной системой Android, iOS и Windows 8. Справочно заметим, что если мы собираемся покупать гаджет для автомобиля, то лучше всего с задачами справиться планшет с установленной операционной системой Android. В том случае, если мы будем использовать выбираемый планшет с разными программами и приложениями, например, Microsoft Word, Photoshop, а также понадобятся карты Navitel, то гаджет лучше покупать с операционной системой Windows 8. Однако заметим, что устройство с операционной системой Windows 8 стоит от 150 долларов США в эквиваленте и выше. Следующий пункт, который нужно рассматривать при выборе той или иной модели планшета, это дополнительный функционал устройства. Что касается дополнительного функционала, то в данном моменте внимание стоит обратить на наличие функции 3G или 4G, которая отвечает за беспроводное подключение к сети интернет. В том случае, если в нашем планшете отсутствует функция 3G или 4G, то мы не сможем пользоваться мобильным интернетом, что является не очень удобным в современных реалиях высокотехнологичного века. Однако, если у нас дома имеется модем Wi-Fi и планшет нужен только для домашнего использования, то функция 3G или 4G может нам просто не понадобиться. Далее, следующим параметром дополнительного функционала является наличие в планшете режима телефона. Функция удобна тем, что звонки совершать можно с самого гаджета. Однако, при покупке той или иной модели стоит заранее уточнять у продавца, поддерживает ли устройство функцию режима работы сотового телефона. В том случае, если гаджет не поддерживает данную функцию, то устройство мы также не сможем никаким образом даже в дальнейшем переоборудовать под сотовый. Кроме того, при выборе планшета нужно внимательно ознакомиться с наличием функции беспроводной связи наподобие Wi-Fi. Немаловажной дополнительной функцией является наличие камеры на планшете. Она, как правило, располагается спереди или сзади устройства, то есть она может быть фронтальной или тыловой. На сегодняшний день планшеты производятся со следующими показателями пикселей передней, то есть фронтальной камеры. Это 0,3, 1,1, 1,2, 1,3 и 2 пикселя. Для тыловой камеры характерны показатели от 0,3 до 13 мегапикселей. В том случае, если мы часто будем пользоваться скайпом на планшете, то желательно приобретать устройство с фронтальной камеры не менее чем в 2 мегапикселя. А если нам нужно снимать видео, делать фотографии с устройства, то рекомендуется приобретать гаджет как минимум с 8 мегапикселями, а то и более. Также мы не должны забывать при выборе той или иной модели планшета о наличии в устройстве необходимых разъемов. На сегодняшний день планшеты производятся с разъемами HDMI, которые служат для подключения к телевизору при помощи специального кабеля миниджек с отверстием в 3,5 мм для подключения наушников и беспроводных колонок, слот для сим-карты и гнездо для зарядки, как правило, под микро или мини-USB. И заключительным параметром функционала идет емкость аккумуляторной батареи. Большинство современных планшетов производится с емкостью аккумуляторной батареи, начиная от 1500 mh до 12000 mh. Заметим, что тот факт, что чем больше емкость, она определяется соотношением ампер к одному часу, будет у батареи, тем дольше по времени будет функционировать наше устройство. Следовательно, чем меньше будет емкость у батареи, тем быстрее она будет заряжаться. Соответственно, чем больше емкость у батареи, тем дольше она будет стоять на зарядке. В заключении отметим, что все вышеперечисленные характеристики и функционал являются наиболее важными критериями при выборе той или иной модели планшета. Со своей стороны мы постарались детально рассказать об основных моментах и нюансах, которые стоит учитывать при покупке такого гаджета, как планшет. Как мы знаем, технологии сегодня развиваются быстрыми темпами, поэтому наиболее грамотным дополнительным действием при подборе такого устройства, как планшет, будет изучение мнений и отзывов на популярных форумах, а также отзывиках, на которых пользователи делятся своими впечатлениями относительно тех или иных моделей устройств. Поэтому не стоит сразу спешить с покупкой, лучше вначале изучить мнения других людей, которые уже являются обладателями данной модели планшета, потому что это может однозначно нам помочь и окончательно определиться с выбираемым нами устройством. Итак, мы с вами прослушали и просмотрели видеоматериал на тему «Как выбрать планшет? Особенности, характеристики и функциональность устройства». А более подробно эти и другие материалы вы можете всегда найти на нашем сайте bazlite.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube канал или оставляйте их на нашем сайте. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok